всем доброго времени суток вы слушаете радио голос надежды это подкаст который называется лего для души с ее ведущей светланы выренок здравствуйте светлана здравствуй саша значит у нас такая концепция этой программы что вы как человек который много читаете да в силу своей профессии психолога психотерапевта семейного через вас проходит очень много информации по поводу того как самим себе помочь и откуда брать какую-то помощь мудрость и вот вы делитесь с нами интересными книгами хотя мы с тобой знаем откуда брать помощь конечно же от бога но много удивительных книг в которых рассказывается какие-то тонкости особенности разных процессов которые мы внутри проживаем и вот люди делятся и осознают и поэтому я и принесла сегодня книгу которая называется сила благодарности эту книгу написала пэм гроут почему сегодня я взяла эту книгу хотя на полке у меня стоит большое количество разнообразной литературы которая тоже поможет человеку больше познавать себя больше осознавать те процессы которые в нем происходят но почему я считаю эту книгу фундаментальной почему сила благодарности перекрывает все силы которые которые есть и исцеляет все что требует перемен и какой-то трансформации через силу через силу благодарности мы можем изменить этот мир мы можем изменить свою жизнь то что нас окружает без войны без насилия без разрушения через благодарность это великая 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 сила трансформации еще эта книга дальше тут написано что 30 дней которые преобразят вашу жизнь то есть это не просто книга которую ты прочитал положил на полку но это может быть практическое руководство для целого месяца нового привычки новой привычки привычки по-новому смотреть на этот мир вот так вот скажем потому что старый взгляд который не меняется изо дня в день он очень человеку служит медвежью услугу потому что нам библия говорит обновляйтесь каждое утро обновляйте как природа да как природа как все что нас окружает никогда день один не повторяется рассвета всегда разная всегда разные цветы расцветают разные происходят процессы а нам людям иногда удается нашу жизнь держать в монотонности и почему так происходит потому что нет преобразующей силы благодарности как только человек потерял этот фундамент ему как бы на глаза сразу одеваются такие серые очки и он все видит в таком сером цвете поэтому для всех людей которые что-то загрустили что-то им не нравится в их ближних или что-то не нравится в их жизни не начинайте с этим воевать не начинайте это менять не начинайте военные действия или какие-то начните с силы благодарности с тех упражнений упражнений которые написаны в этой книге чем еще эта книга мне понравилась она в очень игровом формате мы очень серьезные люди серьезные читаем книги мы ведем очень серьезную жизнь и надо ее равновешивать радостью игрой спонтанностью легкостью иначе у нас вид такой уставших осликов которых которых все грустно все скучно но эта книга вам поможет поиграть поиграть благодарность поиграть в новые роли поиграть в новые дни и раз уж мы коснулись этой темы то я очень игровой человек на самом деле хотя так с вида может быть не скажешь может даже кто-то скажет что я серьезный человек но нет и я очень люблю игры проводить сама сначала я играла сама собой всегда каждый день у меня был особенный то я играла одну роль то другую и это уже во взрослом состоянии или какие-то я аспекты особо выделяла в этом дне допустим у меня какие-то были цветные дни я брала допустим и целый день я думала там розовом цвете я видела его везде я рисовала его и так далее то есть на самом деле жизнь настолько нам дает новых интересных идей творческих для творчества но если человек сосредоточен на такой колее работа-дом 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 и вот эта творческая энергия она потихоньку с возрастом я заметила у многих людей ее как будто нет только как будто бы одни программы что человек должен сделать а ведь каждый день он уникальный для того чтобы и испытать новые эмоции попробовать себя в новой роли сделать что-то необычное приготовить что-то вкусное пойти другой дорогой я даже делала для себя такие практики мы тогда жили в кременках калужской области рядом протвино и я даже чтобы что-то необычное сделать я перелезала через большой-большой забор там это мама четверых детей к слову перелазить через забор я просто поняла что если я не буду учиться использовать творчество в своей жизни моя жизнь может превратиться просто в серую скучную монотонную картину поэтому то есть вы сами себя веселили можно так сказать или я да я всегда сама себя веселила и тут мне попадается эта чудесная книга и здесь 26 разных игр в которые можно поиграть каждый день и твой вопрос саша о чем-нибудь что вы взяли в жизнь практического из этой книги да мне она очень понравилась потому что я по настрою тоже игровой человек и я сама то есть прежде чем мне эта книга попалась я сначала какие-то вещи уже сама открыла в своей жизни а потом когда я уже увидела у другого человека такие же игры ежедневные то мне это стало особо интересно и я хочу немного поделиться разными названиями игр которые вы можете взять в свою жизнь если она у вас чуть-чуть приобрела такой серый монотонный оттенок например игра 24 направляйте лазер любви на все что вы видите просто один день возьмите и будьте лазером любви и чтобы вы не видели направляйте туда любовь поэкспериментируйте я очень люблю экспериментировать очень интересно игра номер 23 она называется спасите жизнь сегодня вам не нужно преобразовывать весь мир только ваш маленький кусочек мы иногда рвемся за очень большими достижениями масштабами но маленький кусочек нашей жизни всегда может быть преобразован во что-то лучшее во что-то доброе и прекрасное нас всех научили быть несчастными нас научили искать как можно больше проблем вот просто ищите проблемы во всем что вы видите нас научили испытывать дефицит нам не хватает любви денег времени мы все время в речи это проговаривается и когда люди встречаются они все часто все разговоры бывает так что как раз о нехватках чего у кого не хватает и это то что нас объединяет да я помню мы говорили в прошлых в прошлых программах что это такое связующее звено и как-то так приятно чувствовать что ты не один борешься с трудностями помыть пожалеть себя или пожалеть другого знакомо и приятно и взять другую роль вот в общем таком формате привычных событий привычного во взаимодействии взять другую роль роль можно лазера любви можно роль просто позитивного человека роль человека который всегда радуется жизни то есть много вариантов того как каждый день прожить по-другому вот если поставить эту установку задачу задачу такая задача с утра каждый день прожить по-другому и делиться с людьми а что в основе нового дня твоего лежит здесь также есть такая игра что день как чудо ожидания чуда когда мы ничего не ждем мы настроены на решение только повседневных задач конечно нам день так и отражает но если мы встаем и говорим сегодня будет какое-то необыкновенное чудо и в ожидании этого это будет совершенно другая жизнь и я экспериментировала тоже с этим мне тоже очень нравится играть такие игры еще мне сейчас пока я не забыла еще одна игра здесь очень нравится она называется от обратного и тут рассказывается такая маленькая история о том что происходит разговор с налоговым инспектором инспектором у одной женщины у которой очень большие долги и так далее разговор очень напряженный много неоплаченных счетов и так далее но так как она игровой человек она решает общаться и говорить с этим человеком как самым близким дорогим другом она берет и дает ему другую роль во время разговора но он конечно об этом не знает перенастраивается себя перенастраивает и удивительная история как все оборачивается как человек начинает себя вести и они реально потом становятся друзьями то есть нам же всем не хватает вот таких чудес но чудеса то рождаются из наших ожиданий из того как мы относимся к жизни как мы умеем использовать вот эту силу благодарности в ежедневной своей жизни или наоборот мы ее теряем и что происходит очень часто я наблюдаю тоже на консультациях что человек как будто бы вообще не может чувствовать благодарность чтобы у него не происходило даже разговаривать как должное уже дом огромный семья такая у него вообще нет радости то есть он принимает так как должное как будто это да ну а что особенного но этот день но эта работа ну да это что я здоров у меня хорошая машина или все то есть для него это все становится обыденностью и он теряет вкус жизни вот не потерять вкус жизни мне кажется можно через благодарность через то чтобы каждое каждого человека каждое событие каждую ситуацию которую мы иногда оцениваем как ту ситуацию которая не должно быть в нашей жизни или которая должна быть по-другому проходить опустить вот в этот сосуд благодарности спасибо большое светлана вот говоря благодарности нельзя тут не вспомнить я думаю всеми знакомую историю книгу фильм полиана которая искала во всем за что поблагодарить подарили костыли вместо куклы так надо придумать ну наверное стоит быть благодарны за то что эти костыли просто не нужны ей то есть она как бы так разворачивала разворачивала свои мысли да ну мне такой вопрос созрел что же происходит с человеком когда ну как бы теряется вот это вот благодарность да саша я тебе хочу такой же вопрос задать потому что ты тоже участник нашего взаимодействия когда у тебя теряется благодарность когда ты не знаешь уже за что благодарить как как отражается это на твоем здоровье настроение хочется ли тебе жить творить вот в этом состоянии неблагодарности но у нас всех бывают такие периоды у кого-то длиннее у кого-то меньше но кто-то научился замечать их а кто-то взял его основным фоном он всем недоволен встречаешь ли ты таких людей которые зеркале зеркале ну как сказать ну думаю да таких людей большинство потому что ну вот ощущение что людям другим проще живется что им легче какие-то сравнение да именно сравнение что например ну вот как так у меня еще нету там и список из 25 пунктов да давай тогда саж мы с тобой практическую сейчас небольшое упражнение проведем скажи а за что вот прямо сегодня сейчас ты можешь быть благодарна потому что не надо придумывать из головы все всегда в совершенстве нам дано в каждый момент жизни если мы его с благодарностью проживаем он раскрывается в прекрасный цветок сегодня сейчас что у тебя было за это утро даже вот пока мысль я здесь присутствует за что ты можешь искренне без вранья без насилия поблагодарить искренне я благодарю вас светлана что вы приехали у нас так скажем были какие-то конфликтные истории вот они случаются и на работе и вообще это нормально да какие-то столкновения мнений ожиданий претензий вот и я благодарю за то что вы потратили свое время и мудрость мудростью поделились для того чтобы этот конфликт так скажем вывести на уровень гладкого штиля вот мне очень да очень я благодарю наверное вот если все-таки говорит ну а себе и мы люди эгоистично я благодарю что у меня все в теле работает я недавно болела вот относительно желудочно-кишечного тракта и сегодня у нас намечается интересное мероприятие с вкусным пловом вот я благодарна что я могу его сегодня буду есть также я благодарю ну как бы это банально наверное ну что вот у меня есть где жить у меня живые родственники и я благодарю наверное этот день и бога за за возможность наверное как-то поменяться стать лучше то есть когда проблемы накапливаются ощущение что ты в какой-то сидишь в бочке закрытой и какое-то вот это вот ощущение безысходности да руки опускаются не клеются отношения внутри все горит кипит а можно тебя спросить как человек попадает в эту бочку ведь смотри мир сам по себе он он прекрасен доброжелателен доброжелателен как человек замышляет для меня что-то чудесное такой параноик оптимист как ты попала в эту бочку важно важно увидеть вот этот путь чтобы следующий раз но если не попасть на это да и если ты дорогу не отследишь если ты все время будешь по этой дороге туда-сюда и падать в эти бесконечные бочки то какой смысл ну может быть я упала в эту бочку потому что все таки верить в хорошее это усилие это работа над собой автоматически тропа проложена так что вот мне кто-то там не так на меня посмотрел уже начинают таракана ликовать берут власть все он тебя там недолюбливает он там тебя не ценит ля-ля-ля и ты уже вот с этим так скажем гатством началом этого власти тараканов идешь дальше потом там дорога начинается первое с мыслей с мыслей о том что происходит потому что а мы же до конца не знаем что в человек на нас там подумал или что а это отсылка к нашей прошлой программе да люби то что есть какая-то есть мысль которая начинает тебя вести в сторону тем нет вот этой потом еще конечно же ну чувство наверное когда мы что-то копим внутри когда не понимаем что происходит а просто плохо не хватает образования не хватает может быть терпение мудрость осознанности да осознанности и и вот эти вот как бы чувства обиды что там опять же связано скорее всего с взаимоотношениями кто-то там мне что-то испортил кто-то влез кто-то пытается там меня отодвинуть обидеть и вот это вот все начинается начинается это бочка закупоренная вот с каким-то тухлым запахом смотри из раза в раз попадая в такие бочки мы же люди обучающиеся что ты чему ты научилась вот так скажем или тебе опять надо в эту бочку направить чтобы ты чему-то научилась ведь какой-то опыт уже есть ну как я с высоты своего своих недолгих прожитых лет я могу сказать что все как бы повторяется и быть постоянно на позитиве быть постоянно супер в ресурсе святой и какой-то не знаю светлый быть как будто бы не получается то есть всегда приходит испытание на путь и вот у нас начинается вот эта вот внутренняя работа как мы не отнесемся что мы нужно сделать опять же как бы я далеко не не идеально и у меня много есть пороков и каких-то там ну лень и такие самые простые вещи вот ну и что могу сказать ну что нет предела совершенства и это путь ну хорошо вы говорите как не попасть в эту бочку ну смотри я как бы отношусь очень просто но если еще раз попаду значит еще надо на эти грабли наступить нет отрываться от жизни от жизни никогда не надо отрываться в этой ситуации которая была сегодня которую мы и рисовали и проговаривали и что-то изменилось твое мировоззрение чему ты научилась конкретно сегодня когда мы так до сегодня именно говоря про эту ситуацию о которую слушатели наши такие уже заинтригу так жизнь она интересна друзья на самом деле а мы же пытаемся все как-то это трансформировать осложнить да напустить немного значит из сегодняшней ситуации когда у нас вот немного расскажу был конфликт да я поняла для себя что все-таки мы возвращаемся в первую лекцию о порядках любви да что если я у меня есть определенная зона ответственности за что я отвечаю если я начинаю лезть и с претензии на другую зону ответственности и там наводить порядок на чужой территории наводить порядок обижать человека обесценивать его же то тут получается что я вообще не имею права так поступать нет ты можешь на вопрос огребуя благословения или проклятие конструктивного применения твоей жизни если ты все время будешь на чужих территориях где ты не несешь ответственность наводить порядок вот в чем дело что будет с твоей жизнью саш в твоей жизни будет хаос ты не будешь знать кто ты что ты чем ты занимаешься у тебя как правило не будет сил потому что все силы будет будут бросаться на решение чужих задач которые тебе вообще не доверяли вот да получается что доверие что над всем стоит бог относительно места каждого сотрудника каждого там также как бы члены семьи тоже по какому-то порядку были образованы вот поэтому я думаю что вот свой вывод благодарю за знание чтобы ну посмирение что-ли быть не залезать на чужую территорию да дело в том что когда мы возвращаемся на свою территорию наводим там порядок мы тоже взаимодействуем мы даже можем что-то сказать мы можем посоветовать мы но это будет другая история это не будет ни агрессия ни раздражение ни нападки потому что мы понимаем что нам нужно трудиться и и у нас так так много труда своего надо сделать своей программы мы не будем так жестко и критично относиться к другому человеку потому что в нашей жизни столько есть чем под заняться и мы оставим других людей в покое и наша жизнь приобретет наилучшее процветание спасибо большое светлана мы значит говорили о книге сила благодарности получается 30 дней которые изменят вашу жизнь да так было заявлено книга чем особенно очень много литературы по тому насколько благодарность важна наш в нашей жизни как важно утром начинать с этого день но чем эта книга отличается других что она в игровой форме и здесь есть 30 разных игр 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 это немного сместить фокус внимания свой чуть-чуть по-другому посмотреть на себя на людей на мир и чуть-чуть поменять поведение в течение дня и поэтому мне она очень нравится она у меня как сказать настольная книга и ее время от времени открываю беру какую-то игру и запускаю на день и немножко окрашиваю свой день новыми красками и все наши перемены внутренне всегда во внешнем круге отражаются все что мы внутри себя освобождаем очищаем исцеляем она всегда жизнь нам показывает всегда хорошие результаты во всех сферах нашей жизни спасибо большое может быть вы какое-нибудь домашнее задание дадите для слушателей вот классическое начало такое это все попробовать быть лазером любви и в течение дня на все что что нам встречается направлять вот этот лазер любви и посмотреть как день пройдет без критики без осуждения без того что надо что-то менять без нехватки просто просто все что есть нашей жизни принять с благодарностью и с любовью это на самом деле большой труд и поэтому я думаю что наш клуб и наши единомышленники мы будем не только слушать такие читать книги но мы будем практически что-то менять своей жизни нам нужно стать не телеграм-канал лучики света нам нужно лучиками света стать самим чтобы этот мир стал более радостный светлый и более легкий да не такой серьезный и в нашей жизни да чтобы любовь божья сияла да и светилась потому что в библии написано что узнают узнают о христе потому как какие ученики и что увидит любовь как бы между ними между ними еще такое домашнее задание вот выдавали на фабрике здоровья взять блокнотик и записывать в этой книге есть такое задание есть такое задание просто но для меня знаешь настолько уже естественно да но это как будто бы я я тебе стала говорить саш но ты знаешь надо чистить утром зубы да вы что светлана и я бы стала об этом говорить то есть где-то давно уже во мне поселилась такая практика и я об этом говорю тоже и для своих клиентов и сама я постоянно использую поэтому но это базовая вещь как как утром почистить зубы также вспомнить насколько же мы благословлены богом с утра и день мы будем воспринимать о это еще одна возможность это еще один прекрасный человек а если человеку сложно найти там есть какие-то задания относительно там 10 5 каждый день какая-то система стабильность или это просто отпускается на вот как как получается сколько получается найти в дне столько и пишешь или там есть определенная задача например там каждый день благодарности по 10 штук ну то есть я пытаюсь как так цифра какой-то практике систему есть она или нет или или вообще отпускаем но всегда задается идея а человек ее воплощает творчески это может быть как хочет иногда даже можно я очень люблю рисунки поэтому даже утром просто взять и символы сделать работу свою там дом сердечком нарисовать там за друга за собаку которая рядом живет и так далее просто это занимает немного то есть творчески относиться каждому дню и каждому заданию спасибо большое значит сила благодарности сегодня мы рассматривали эту книгу в программе лего для души светлана буренок поделилась знаниями спасибо большое будем ждать вас в следующем выпуске спасибо саша за участие и за работу что ты подхватила вот эти идеи которые сегодня проговорила и практически мы смогли их применить то есть мы не только с тобой люди которые разговаривают но все-таки что-то делают и меняет свою жизнь да спасибо большое до новых встреч до свидания а